друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои лёлька выложила новый новый свой шорт где опять принимают участие в этом шорте дети и конечно же бабушка но насколько я поняла лёлька свинтила в москву вчера когда она выкладывала первый свой шорт где как раз таки приехала ее мама мама была на кухне мы вчера с вами этот ролик обсуждали были дети да настя держала на руках варю и ролик назывался приехала в сложный момент тут же хомяки начали писать в комментариях а какой такой сложный момент а что такого случилось а вот действительно какой такой сложный момент я так понимаю что лёлька просто умотала в москву ей надо было с кем-то оставить своих детей и вот пожалуйста по такому случаю приехала ее мама но лёля же легких путей никогда не ищет лёльке надо обязательно громкое такое знаете сложный момент попала в больницу все плохо люди спасли меня своими деньгами сила денег и так далее и тому подобное это все друзья мои лёлькин как раз таки вот этот вот любимый приемчик в общем друзья в новом шорте в новом ролике бабушка с внучатами не знаю ребят судя по выражению лица бабушки мамкиной лёльки хватит ее так ненадолго она уже сидит на них смотрит видимо про себя думает господи в конце концов что ж это такое да когда же это все закончится а но вы знаете все не заканчивается не заканчивается по той простой причине потому что ее дочь продолжает рожать очередных детей сказала что до 20 она останавливаться не собирается 20 должна родить детей но не в смысле еще 20 а 20 вообще в общем бабушка лёлина мама сидит в кресле качалки я смотрю это у них излюбленное место для всех и все альфонсы очень сильно полюбляют сидеть в этом кресле и сама лёлька и лёлькины дети и даже муж лёльки ну да и и бабушка и все на свете короче бабушка играет с варьи владушки друзья мои тут же вероника трется рядышком там же бегает яков там же настя не хватает только матроны не знаю куда делась матрона надеюсь все хорошо но я смотрю ребята обратила внимание на то что дети сегодня хорошо одеты варька сегодня не голая друзья мои и не в памперсе в одном а тоже приодета представляете а то вчера ее на кухне вот тот самый коротенький ролик где бабушка как раз таки нам показали что мама лёлина приехала да там настя таскала эту варю мало того что на ее таскала эту тяжеленную варьку да да там еще варька была голая абсолютно а тут все-таки всех принарядили всех приодели ну мало ли что да вот смотрите смотрите какие у лёли детки конфетки кстати кстати друзья мои что там еще было а в телеграм-канале лёля продолжает вводить всех в заблуждение вы знаете есть зрители пишут мы что-то не понимаем а что это за стримы ну а лёлька же говорила помните да что она свои старые стримы которые уже она проводила в прямом эфире как раз таки на youtube канале она теперь их перезаливает как раз таки на дзен для того чтобы она же сказала что да мне надо зарабатывать деньги ну понятное дело только лёльке надо деньги зарабатывать она говорит я туда их скачиваю заливают так далее поэтому когда проходит время некоторые смотрят и действительно не понимают что она там делает что она там мудрит что касается еще вот этого ролика про бабушку и про внуков ребят вот честно я посмотрела на варю я могу сказать точно на все 100 и даже 200 процентов я ни разу до этого не обсуждала варю не обсуждала то как варя выглядит хотя если честно я все время смотрела на нее с достаточным я сказала бы удивление я не знаю как лёлю не тревожит то как выглядит ее младшая дочка у нее нет шеи вообще ребят и у нее огромная большая голова вот просто большая голова нет шеи и такое вот тельце да неужели лёлю это не тревожит я не знаю я ни разу не видела я ни разу не слышала чтобы она сказала мы поехали на осмотр да в поликлинику к врачу туда-сюда проверить там рост вес там взвесить туда-сюда все на свете проверить там все остальное да и так далее там может быть все что нужно опять же ребят то есть лёлька я так понимаю даже не чухнется пока петух жареный в задницу не клюнет помните как была ситуация с матроной когда мамка вдруг обнаружила мама которая сидела дома вдруг обнаружила что в три с половиной года представляете грита матрона то ходит на носочках и люля устроила истерику я как сейчас помню она стояла в платье в платье до пят и ревела ревела да я да я ради матроны да столько всего сделаю да мы да я готова ехать в москву лежать не в больницах если будет нужна там какая-то там операция все на свете она заливалась слезами и чего вы думаете она сходила разок к врачу и то я на тот момент сказала что я уверена что это была реклама этого специалиста потому что ну потому что это было понятно самого начала разок сходила потом второй разок сходила потом сделала вид когда отправляла на пару месяцев матрону к своей матери туда в подмосковье что там женька с ней ходит занимается к специалистам на этом вся забота о матроне собственно и закончилась но можно сказать что она и не начиналась это вот как раз таки показатель лёлиного отношения к детям скажите пожалуйста как можно было не заметить когда у тебя ребенок с рождения ходил на носочках причем не только матрона у нее ходила на носочках по моему вероника тоже иногда так ходила то есть лёля даже не замечала и вот сейчас варе 11 месяцев через месяц будет уже год надо начинать заранее да надо смотреть мало ли где-то что-то как-то не так и так далее нет бы прислушаться к людям посмотреть бы что люди пишут и говорят мне ребят по беруху все устраивает какая варя лёлька разрывается между гриши и между шуриком у нее столько теперь мужиков да надо еще плюс себя иногда все-таки побаловать съездить сделать маникюрчик педикюрчик да волосы в порядок иногда хотя бы раз в месяц привести лёли не до детей понимаете вот не до детей хотя сейчас тот самый момент когда возможно да чем раньше вот если бы она обратила внимание на своего ребенка я про варю говорю понятно становится чем раньше ты возьмешься тем возможно все будет гораздо проще может быть можно будет массажами все это дело решить да еще что-то нежели потом а все это дело будет более больше усугубиться и придется уже как-то вмешиваться по-другому но я смотрю что лёли вообще нет дела до своих детей то есть сейчас вот собственно варьки через месяц исполнится годик там уже в конце сентября поберуха собирается рожать очередного следующего на эту варьку все забьют точно так же как в свое время забили на веронику когда родилась варька все веронику тут же отодвинули на задний план да шурик перестал веронику нацеловывать вообще про нее забыл да и собственно тогда шурика перестали показывать все появилась варя да и варя варя вообще мне кажется вот варе ребят мне кажется вообще повезло меньше всех из детей несмотря на то что иногда папа шурик приезжает там приезжает не приезжает или он там сидит и он там живет неизвестно но знаете варя вообще была никому не нужна с самого рождения прям вот самых первых дней да то есть казалось бы вот она ее родила и через неделю уже к ним пришел гришка и лёлька начала с ним там хороводиться дружить организмами все на свете делать вот и конечно же она на эту варю вообще забил варе и вообще не интересно хотя по большому счету если брать так каждого лёлькиного ребенка вот последние вот эти вот да вторую тройку игроков третью тройку игроков то и ей никто не нужен ей вообще никто не нужен она забила абсолютно на всех детей и когда она рассказывает о том что это так интересно это так здорово принимать участие когда вот видишь как вы помните как она сказала последнем стриме это такое вранье ребят это такое такое лицемерие когда она говорит вот когда ты видишь как твой ребеночек растет развивается делает первый шажочек говорит первое слово да ты блин чума болотная даже со своими детьми не посещаешь врачей ты даже ты даже не возишь детей к врачам чтобы они посмотрели этих детей не и это тоже все не интересно потому что это все время время лёля лучше потратит на себя любимую и конечно же на своих мужичков альфонсов какие там дети детей так много ничего страшного как говорится ребят вот такой у меня получился обзор продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока пока